Отчет перед избирателями для депутата всегда важная часть публичной деятельности. Депутат Мособлдума Николай Черкасов в минувшую пятницу приехал к своим избирателям в Огуднево, где выступил перед ними с ежегодным отчетом о работе в 2020 году. Выполнение комплекса мер борьбы с коронавирусной инфекцией он назвал первоочередной задачей. Были названы затраты областного бюджета по этой статье 90 из 600 миллиардов, составляющих годовой бюджет Московской области. На слуху у вас, наверное, и много вы слышали, видели, такие объекты пришлось нам строить и переоборудовать действующие объекты под стационары для лечения больных ковидом, например, тоже Крокус-экспо. Ну вот, чтобы понимали, просто тоже миллиард 200 миллионов. Среди тем, которые интересовали жителей, была в выступлении Николая Черкасова информация о том, что уходящие в столицу деньги работающих в Москве налогоплательщиков, проживающих в Подмосковье, компенсируются. Москва, в частности, взяла на себя затраты на постройку дорог к одной тысяче садовых товариществ. Такое сотрудничество, оно, в общем-то, себя оправдало, и мы стараемся его развивать в других направлениях. Вы видите, как реконструированы вылетные магистрали из Москвы. Как правило, это все делается за счет бюджета города Москвы. Николай Черкасов также рассказал о реализации на территории городского округа Щелково проектов инициативного бюджетирования, на которые было затрачено 5 миллионов рублей из депутатского фонда. Профинансированы были ремонты целого ряда объектов в школах и детских садах, строительство спортплощадки и скейт-парка. Назвал Николай Черкасов и планы на будущее. Поверьте, тут много проблем. Хочется вот и клубу помочь, которым мы сегодня находимся, отремонтировать его. И, казалось бы, маленькие проблемы решить и с освещением территории, и со строительством пешеходных тротуаров, с ремонтом дорог. Все это предстоит нам сделать. Я думаю, что вот если жители также будут поддерживать, поверьте, вместе мы это сможем сделать. На встрече все заданные вопросы жителей включены в протокол и взяты в проработку. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.